Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор сайта Изба вязания, где мы обучаем стремительному освоению вязальной машинки с нуля. Сейчас мы с вами свяжем фантазийный узор на основе переплетений. Для выполнения этого узора нам потребуется два двухугольных декера, поскольку этот узор выполняется перевитиями. И немножко внимания. Еще такой момент. Выполнять этот узор нужно на плотности более рыхлой, чем основное вязание. То есть вот этот акрил детский я обычно вяжу на плотности 6. В данном узоре я использую плотность 7,5, потому что перевития должны иметь возможность растягивать вязание. Этот рисунок я вяжу на машинке Нева 2 с ручной прокладкой нити. Если у вас машина с нитеводом, никаких особенностей этот рисунок не имеет. То есть он точно так же выполняется на всех других машинках. Первое, что мы делаем в данном узоре, ажуры. У меня ажуры собирались на вот эту иголочку, то есть я вижу. Поэтому следующую иголку беру через две иглы. И буду делать сборку петель на вот эту вот иголку. Раз. Четыре иглы пропускаю. Поскольку это будут перевития. Еще четыре пропускаю. С пятой и седьмой снимаю петельки. То есть между ажурами у меня остается по четыре иглы. Для того, чтобы можно было сделать перевитие. И теперь беру двухугольные декеры и смотрю. В прошлый раз у меня перевитие шло сначала с правой стороны налево. Теперь я буду делать наоборот. То есть каждый раз я меняю последовательность. То есть с одной стороны я делаю справа налево. В другом ряду я делаю слева направо. То есть смотрите, как это можно не запутаться. Один раз нам пересаживать петли удобно. Второй раз неудобно. То есть мы все пересаживаем петли на какую-то сторону, которая вам комфортна. Мне, например, удобно слева направо в первую очередь, потом справа налево. Но при выполнении вот этого узора мы чередуем слева направо, потом в следующих рядах справа налево. То есть путать нельзя, иначе рисунок собьется и не будет вот этой вот уходящей дорожки. Будет у нас просто косички. Так, перепроверяю, что я все делаю правильно. Собственно, вот это вот и есть весь узор. Моя задача каждый раз двигаться на две петли. Ставлю все-все-все иглы в рабочее положение и провязываю 4 ряда. Чем больше рядов вы будете провязывать, тем спокойнее у вас будет рисунок. Чем меньше рядов вы будете провязывать после каждого переведения, тем он более сжатым у вас получится. 4 ряда. Раз, два, три, четыре. И продолжаю все то же самое. У меня была сборка петель на вот этой игле, поэтому на две сдвигаюсь теперь на вот этой вот игле. Можно делать сдвижку на две иглы, можно на три, можно на четыре, как угодно. У вас будет более пологая или более косая косичка. Раз, два, три, четыре. Теперь вот на этой игле. И так далее по рапорту вы убираете иглы каждый раз. Самое главное не забыть это сделать. Два, два, три, четыре. Здесь уже не успевают. И берем деккер и делаем пересадку. В прошлый раз я делала, чтобы не запутаться, смотрю. Сначала справа налево, а потом слева направо, потом справа налево. Теперь делаю наоборот. Сначала справа налево, потом слева направо. Вот мой рапорт, я делаю наоборот. Иначе у меня не получатся дорожки. И таким вот способом я вывязываю весь узор. Конечно, весь узор вот так вот вязать тяжело. Так можно делать отделку рукава, воротнички, кармашки, планочки какие-то. Потому что, какие-то, может быть, даже небольшие изделия. Потому что, видите, рисунок достаточно сложный. Перепутать что-то можно. Но, с другой стороны, как только вы начинаете вязать, вы привыкаете к этому рапорту. И он у вас пойдет уже само собой. То есть, привыкнув к узору, а он здесь не отличается разнообразием. Наша задача только немножко сдвигать вязание. Вы легко свяжете. И достаточно объемную вещь. Самое главное плотность и немножко внимания. Если вам понравилось, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями. А также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И до встречи на сайте «Изба вязания», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова. До встречи на сайте «Изба вязания»!